Всем доброй ночи! Итак, дорогие друзья, вынуждена ещё раз снять, ещё раз поговорить на эту тему, хотя очень неприятно, ужасно неприятно, даже не представляете, иногда, когда мне кидают ролики, где ворует мой труд, я просто не хочу туда заходить, верите? Просто не хочу, думаю, махнуть рукой, сказать, ладно, хрен с вами делать, что хотите. До такой степени я устала за этим всем следить. В соцсетях полно меня, везде, там Варвара Петровна, Ирина Николаевна, Марина Ивановна, ой, Иванова, господи. Одни боги знают, сколько продают моих ритуалов, сколько выдают за свои работы мои ритуалы. Написали милицию, полицию, да, некоторое время всё это прекратилось, остановилось, некоторых остановили, некоторых спугнули, некоторых я наказала. Но сколько это возможно, сколько это будет длиться, одни боги знают, это уже нереально. Сегодня я поставила в сообщество, можете зайти посмотреть, как я лечусь клинной, пишет женщина. Из барского плеча, значит, дарит мой ритуал абсолютно переписанный текст, переписанная вся моя лекция, внизу срезанный наполовину, значит, набранный текст Яны. Как хорошо, Инга и Яна, пусть и шаки как работают с утра до утра, да, пусть у них голова болит, пусть они устают, пусть у них сил нету просто иногда с места встать, пускай они до утра работают и шачат, как не знаю кто. А я буду за пять минут брать, снимать ролик и говорить, мой ритуал, как легко, товарищи, как это легко и просто, оказывается, вот так взять просто, свистнуть у кого-нибудь работу и сказать, моя работа, дарю, вот я такая добрая женщина, дарю вам ритуал. Неужели вы думаете, что вы достигнете славы, признания, чего-либо на этой земле воровством? Дорогие друзья, невозможно урвать у природы то, что не твое, не даст она тебе, не даст, понимаете? А если урвешь, пенька даст. Посмотрите, что случается с людьми, которые воруют, которые разбойничали. Посмотрите все Хованское кладбище, кем усеяно, молодые жизни, которые хотели урвать у природы, урвать и забрать то, что им не принадлежит. Я знала людей, которые были очень авторитетные, очень богатые, чемоданами перевозили деньги. А сейчас они алкашня, половина из них умерла, ничего нету в жизни, нереально, дорогие люди, но нереально невозможно забрать чужое и считать, что ты этим прославишься. Этого быть не может, особенно 21 век на дворе, особенно интернет, особенно найти можно это очень легко. Кроме того, у Ютуба есть такая фишка, все, что ты снимаешь, даже одна буква схожая есть. Хоть одна буква просто похожая выходит, обязательно рядом пробегает похожий ролик. Вот как вычисляют люди, они же специально не ищут. Просто вот смотрят, например, мой ритуал с глиной, и рядом проходит. Есть такой же ритуал, посмотрите такой же ритуал. Все, посмотрели, такой же ритуал есть. Мадам настолько умная, в кавычках, взяла, скрыла эти ролики, подумав, что никто не увидит или там успокоится, снова открою. Я уже вышла из себя, сказала последние слова, которые я очень не люблю произносить эти слова. Это реально уличный жаргон, но до такой степени уже мне вот здесь, я должна бросить все свои дела, значит, идти проверять этот канал, смотреть. У меня больше времени нет, понимаете? Больше нечем заняться, зайти вот к этим существам, которые слоники, там коровки поставили, и дают людям ритуалы древнейшей магии, которые, ну просто их мозг до этого не дорастёт, чтобы такое создать. Там одна из губастая, сесастая там сидит, уже во все дырки запихнула силикон, больше не некуда, прям сидит надутая, как матрёшка. Вот, значит, ритуал дала женщине очистить дом. Наверное, очистить дом не только от плохого, но и от жителей, я так поняла, потому что вызов гекаты. Гекаты, которые не каждый практик рискнёт вообще трогать эту мощную силу, это ужасающая сила, очень опасная. Попробуй что-нибудь и так сделать, так по башке даст, мало не покажется. Гекату вызываем. Геката, геката, приди к нам. Как кошки мявкают по своим котятам, так мы по тебе скучаем, дорогая геката. Свистнутая половина у меня, половина ещё где-нибудь. Господи! Я такую хренотеньшую в жизни не читала. Я говорю, вы читали дома? Ну да, я читала несколько дней, поэтому у меня там дома все начали болеть. Естественно, начали болеть. Скажи спасибо, слава богам, что ты попалась, пришла, и я тебе помогла, женщина. Причём помогла даром, потому что нет возможности, потому что последние деньги 30 тысяч отдали для того, чтобы эту хренотень купить. Геката, любимая, родная, дорогая, помоги от врага и дружины. Дружина вообще-то жена, если так... Ну, если не знаете это вообще, ну, на украинском это жена. Помогите мне от дружины. Господи! Идём дальше. Продают мои ритуалы. Люди узнают потом, что это абсолютно даром. Вы понимаете, что я дарю, эти силы вам дарят. Через меня такие работы. И вы берёте на себя такую смелость, такую наглость взять, продать человеку, когда этому человеку положено взять даром. Я даром подарила, понимаете? Я не продаю, если надо, я продам. Я даром даю людям. Я всегда говорила, самое ценное, самое правильное даётся даром. Особенно некоторые там семинары, женщины, как стать женщиной, женщины, все эти бурёнки с колхозов побежали стать женщинами. Послушайте меня. Женщиной становится, знаете, это суть женская. А не сидеть и думать, значит, как мы становимся женщиной. Я вам сейчас скажу. Женщиной становится, когда мы носим каблуки, шубы, бриллианты. Вот тогда мы стали женщиной. В общем, вот лекция об этом. Но, знаете, вот с воздуха не летают эти каблуки и шубы. Их надо заработать. И не каждому они даны. И не каждый к этому стремится. Не каждому это надо. Между прочим, хочу сказать. Женщина – это суть внутренняя, понимаете? Это вот задействована человеческая алчность. Вот я сейчас в колхозе вот это вкалываю, коров даю, быкам кручу хвосты, а сейчас я пойду научусь колдовать, научусь там, не знаю чего, с тремя подбородками эти жабы как стоят в этом кругу силы, сила вселенская, матушка там какая-то, макакушка, дай нам стать женщинами. Дорогие женщины, если вам не дано колдовать, покажите мне хоть одного человека, который закончил эти школы магии, вот прославился, стал сильным, известным колдуном. Покажите хоть одного. Я извинюсь, вот всенародно скажу, простите меня, пожалуйста. Я была не права. Покажите хоть одного человека, который вот в этих всех этих школах, таро, магии и прочее, прочее, чему-нибудь научился. Гонят, как баранов, 60 тысяч за курс, 80 тысяч за курс. Какой курс? Сидят, вот эта карта, вот эта карта, вот эта карта, вот эта обозначает. Как мне одна сказала, я ходила там, значит, эти, в школу ясновидения, отдала 120 тысяч, или сколько там, за две недели. Я говорю, ну и как ты там ясновидишь? Она говорит, да, я теперь ясно вижу, что я дура. Я говорю, так я могла и бесплатно тебе это сказать, или эти деньги могла бы мне дать, я бы сразу тебе сказала, ясно вижу, что ты ку-ку. Вот я ясно вижу, что эти школы выпускают великих могуев, школы Гарри Поттера. Дорогие друзья, и те, которые меня воруют, девочки, мальчики, товарищи, не знаю кто, посмотрите, чем заканчивают свою жизнь воры. Посмотрите, я вам уже говорила, я знала людей, которые чемоданами перевозили деньги, чемоданами. Сейчас они пропитые алкаши, или уже половины их нету. Хованское кладбище полностью усеяно молодыми жизнями 90-х. Невозможно обманом урвать у природы что-либо. Невозможно воровством урвать у природы что-либо. Нереально это, дорогие мои. Эти деньги, которые ты не заработала, которые не твои, понимаешь, они уйдут, они уйдут на похороны твоих близких. Я все понимаю, вы, конечно, самые умные, мы же такие дураки, мы не умеем жить. Все подобные вам личности, все воры, все мошенники, все подонки, все гниды, они всегда думают, что они очень шустрые. Вот, например, женщину обманули шестью детьми, и оставили на улице. Вот она пришла, значит, продали квартиру, да, она как риэлтор, значит, должна была купить квартиру, кажется, не-не-не, извиняюсь, продать она должна была квартиру. та сказала, что, мол, уже купили квартиру, все нормально, только вот она деньги сейчас не взяла, ей надо за ребенком сходить, потом сбегать быстренько домой, принесет, у нее дома лежат в сейфе, ну, есть люди наивные, есть. И те взяли, подписались, что деньги взяты, что все нормально, все, и купли, продажи, договор, она исчезла. Через несколько дней она узнает, что она оформила квартиру на себя. Все. Все, понимаете? И у нее спрашивают, говорят, девушка, вам не стыдно, шестеро детей на улице остались? Она хотела, значит, продать квартиру, чтобы купить дом побольше. Сейчас у нее ни дома, ни квартира. Вам не стыдно? Вы же человек, вы же мать. Она говорит, я ничего не хочу, знать. Говорит, вы такая шустрая? Да, да, я такая шустрая. Вот такая я шустрая, и все, идите отсюда. И вы знаете, проходит несколько месяцев, журналистское расследование показывает, что у нее ребенок, вот этот мальчик, с детского сада, значит, соседка забирала, она не успела, или попросила, что-то такое. Ребенок вырвался из рук, побежал, и прямо под КАМАЗ, прямо под КАМАЗ. И говорят, что, мол, она в таком состоянии, ее врачи еле откачали, ну, получила ты квартиру, хорошо теперь сейчас, радуйся, ты счастлива, да? А люди, которые идут вот этими разбоями, зарабатывают, дорогие друзья, человек, узнали, что человек продает дом, пришли, значит, нож в горло, топор к голове ребенка, отдай деньги. Все, он вытащил, естественно, человек отдаст последний, если на твоего ребенка наставляют топор, ты все отдашь. Ну, отдал, и что теперь? Вот, у этого человека теперь онкология. Куда только не возили, он, у него там родственники, все, ну, все что угодно сделали, ни хрена, мучительно гниет. Вы не думайте, что силы судьбы такие дураки, что вы такие шустрые, я вам еще раз говорю, такие, как вы всегда думают, что они умеют жить, что они умнеют других, понимаете? Мол, Хосрой, вот такая дура, вот пускай до утра работает, и шачит, показывает, снимает, а я буду за 5 минут брать, и потом скажу, да пошла ты. И когда люди таким вот пишут, таким существам всем, они, знаете что, да ваша Хосроева, да она, знаете кто такая, они мои фотографии ставят, они мои работы воруют, и смеют про меня говорить, что вы знаете какая она, она сумасшая, пусть она там лечится, она психбольная, понимаете? То есть я психбольная, если я требую ответ. Сколько сайтов мы закрыли из-за того, что воровали мои работы? Теперь они начали уже показывать. Знаете, те люди, которые говорят, что не надо, не обращайте внимания, это те люди, которые никогда в жизни ничего не создавали, поэтому им никогда не больно. Они ни хрена не создавали в этой жизни и не понимают, что такого. Ну, что она пристала со своими работами, ну, взяли, взяли, ну, и что, не надо обращать внимания. Но когда ты у этих людей что-нибудь возьмешь, они тебя прикончат. Какая разница, дорогие друзья, пришли к тебе домой, взяли твои драгоценности, или зашли на твой канал, взяли твои работы и выставили у себя. Какая разница? Это одно и то же воровство. И то, и то твой труд, понимаете? Или вам кажется, что потеря или воровство денег причиняет боль, а воровство работ не причиняет боль? Это вы ошибаетесь. Это будущее моих детей, это будущее моих внуков, это мое. Я буду издавать эти книги, мои дети будут издавать, я для этого работала, я для этого всю свою жизнь отдала, я для этого потеряла половину лица, потому что я работала, мне некогда было собой заниматься, даже лечиться, понимаете? И теперь я получеловеком став, получив столько в жизни, я должна просто спокойно смотреть, как воруют мой труд, какие-то воровки, просто берут. Одна там сняла неделю-две назад о камнях, да понятия не имеет, о камнях путается, в камнях даже знать не знает, это не твое. Если это не твое, хочешь наизусть выучи, хочешь на зубок выучи, хочешь, как стихотворение до утра выучи, это не твое, понимаешь? Дорогие друзья, если это не твое, оно тебе ничего не даст, это фальшиво. Это фальшиво звучит. Почему ко мне такое хорошее отношение? Потому что это мое. Потому что я поднималась медленно. честно, своим трудом, порядочно. Много гавкающих, много тварей, которые всякую хрень сочиняют, но хоть кто-нибудь факты предоставил, кто-нибудь сказал фактами реальными, чтобы мы поверили. Нет. Просто сказали, потому что бывает и заказ. Я же многим мешаю. Когда я появилась, скольким могуйкам я помешала заработать денег, скольким людям я открыла глаза, скольким я объяснила, скольким я показала, скольким я подарила. Я сказала, дорогие люди, не ходите туда-сюда, не платите за привороты и так далее. Попробуйте сами сделать зазывы. Вот я вам дарю. Если человек придет, значит, у него есть к вам чувство. Вы поговорите и поймете друг друга. Если не придет, оставьте его. Все. Раз уж вы так хотите с ним быть. Но не платите, потому что это мошенничество. Они врут вам. Вы думаете, я не мешаю никому? Наберите ведьми на изба. Сколько сайтов выходит? Под моим именем взяли. Вот они берут какой-то... Знаете, есть такой момент у создателей сайтов. Они берут определенные слова-ключи, которые ты набираешь и выходишь на их сайт. Например, магия, приворот, еще что-нибудь. Так вот, люди ищут. Ведьми на изба натыкается. Гадалка Мария, гадалка Кристина, гадалка Бусикина. Вот я гадаю бесплатно, все бесплатно. Все это бесплатно. Только вначале плати 2000 долларов, а остальное все тебе бесплатно будет. Понимаете, как у Петросяна, да? Плати за бесплатный прыжок через мост. Вот то же самое. Все бесплатно, только свечи надо купить. Там трехметровая с Иерусалима специально заказывается. Вот каждая свеча по 1000 долларов. Там нужно свечей 15. А так-то все бесплатно. Это же бесплатно все. Просто деньги надо по храмам ездить, тебе там какое-то за здравие заказывать. Непонятно. Первый раз слышу, чтобы монахини для ведьм ездили по храмам, что-то заказывали. Но все остальное бесплатно. Только плати за бесплатную работу. Все остальное тебе просто так. Понимаете? Теперь же люди поумнели, люди же требуют ясновидения. Люди говорят, а расскажите что-нибудь такое. Люди пишут внизу, а вон у Хос Роева, и мы там спрашивали, она вот все увидела, даже без фотографии. А вот вы можете что-нибудь сказать? Это же их бесит. Понятное дело, что про меня будут гадость лить. Понятное дело, что с моей фотографией сколько тварей было на этих сайтах, что кто-то кого-то обманул, кинул за 100, там на 100 рублей, на 1000 рублей. И эти пришли, написали. Вот Хос Роева обещала мужа вернуть. Кто-то врет, а кто-то действительно столкнулся с этими клонами. Я все понимаю. Я всегда говорю, проверяйте, кому вы отправляете. Нет меня в соцсетях. Нет меня на каких-то скайпах. У меня единственный человек, Яна, я ее попросила несколько месяцев назад еще только записать ко мне на прием. И только через нее, только... То есть проверяйте много раз, сидите. Люди, когда приходят, говорят, мы видели ваш канал два дня назад, хотим на консультацию. Я говорю, не-не-не, вы 2-3 недели сидите на моем канале, чтобы понять, к кому вы обращаетесь, что вам надо. Только после этого придете. Если бы я хотела что-нибудь содрать, давайте, давайте, идите сюда. Так я всегда говорю, думайте, думайте, обдумывайте, это ваша судьба, ваша жизнь. Нет, мы много читали, мы уже видели, или мы нам уже сказали, вы сможете помочь. Неважно. Все равно думайте, обдумайте, никуда не спешим. Это судьба, понимаете? Не ломая голову, не летите, куда попало. И вот столько, значит, я должна заработать свое честное имя годами, отдавая столько здоровья, времени, силы и так далее. Значит, человек должна сидеть, редактировать мои книги. Вы знаете, сколько Яна сидит, работает. Она сейчас у нее завалена, бедная вообще, и она сидит вся, но она никогда не опаздывает. Она в течение нескольких дней, самое большее, сразу же ритуал. Значит, она должна до утра сидеть, глаза свои портить, ритуалы печатать, все это объяснять, давать людям, да? И какая-нибудь марамойка пришла, за пять минут взяла, и думает, что она шустрая, понимаете? Это же дуры, что? Они создают, а я буду вот выкладывать. Мои лекции по поводу духов, животных. Понимаете, я бы поняла, если бы это была ведьма, и она бы... Я всегда говорю, если есть практики, которые у меня учатся, и понимают, как правильно себя вести, я только рада. Я для этого и даю, чтобы они направление поняли, поняли, как себя поставить. Не говорить клиенты, не говорить услуги, а себя статусно ставить, чтобы их уважали. Я это делаю, любя их. Я это делаю, желая им добра. А ни один человек, который действительно практик, ко мне обращался за советом, никогда не скажет, что я ее унизила, сказала, знаешь, что ты там это самое. Нет. Я всегда говорю, девочки, я только счастлива буду, если вы действительно... Вы мне ничем не мешаете. Одна, вы, извините, в Хабаровской, другая в Архангельской, третья на Украине. Чем она мешает? Я же не могу весь мир всем помочь. Сколько могу, делаю, отдаю. Люди тысячами сами делают эти ритуалы. Но если вы хотите, только, пожалуйста, держите статус, чтобы не было стыдно за вас. Клиенты, услуги, выкиньте эти аферистические слова, выкиньте эти магические способности. Пфу! Выкидывайте, говорите нормальным языком. Люди ко мне пришли. Люди, всегда говорят, люди идут, люди к ведьме. Не говорили клиент. Клиенты идут к проституткам. Клиенты не идут к ведьмам. Забудьте это слово. Это слово некрасивое, неправильное. Потом это обязывает к чему-то. Клиент всегда прав. А здесь не прав. Он не может быть прав, потому что он не знает, что ты делаешь и как ты делаешь. Он только видит результат. Дальше услуги. Услуги. Как мы можем оказывать услуги от слова услужение? Служить, правда? Я говорю, не надо. Мы никому не служим. Мы служим только силам. И некоторые силы даже нам подчиняются. А людям мы помогаем. Помощь, она звучит более высоко и красиво, чем услуга. Дорогие друзья, помощь. Ты помогаешь человеку. Ты спасаешь человека. Он всю жизнь тебе благодарен. Всю жизнь обращается еще с какими-то вопросами. Ты помогай. Ты человек-помощник. А не услужливый какой-нибудь непонятный существо. Так что я никогда не против, если берут люди, практикующие, и как-то вот с моими терминами пытаются объяснить, да пожалуйста. Лишь бы ценили, лишь бы говном меня потом не облили, взяв мое, понимаете. Но здесь же вообще абсолютно левые люди. Вообще непонятный кто. Уважаемые, послушайте меня. Если вы берете чужое, если вы пытаетесь чужому человеку подражать, вы берете у него все бедствия. Это издревле было. Богатые люди специально брали, покупали у бедных людей ребенка. Когда им говорили, предвидели, что их ребенок умрет, они брали у бедных людей ребенка того же года. И вместе растили. А потом специальным обрядом перекрещивали, или там, ну смотря какая у них традиция, отдавали ему это имя. Понимаете, ангел смерти приходил, забирал того ребенка. Вот такой ритуал существовал. А сколько царей, императоров подменивали детей, чтобы того не убили, брали крестьянских детей и растили некоторое время, только потом открывали эту тайну. Понимаете, люди-подражатели, они долго не живут. Люди-подражатели звезд, люди, похожие на знаменитости, они долго не живут. Потому что вся грязь, вся гадость, которая должна прийти к этому человеку, идет на голову того, кто ему подражает. Что вы творите вообще? Вы не понимаете, что все равно вычисляется, вам не стыдно так жить. Вот обливает вас дерьмом, обзывает воровками. Вам приятно это все? Если вы не умеете свое создавать, дорогие мои бесценные, ненаглядные, вообще не берите ничего. Если у вас своего мозга нет с этими слониками, козликами, коровками, которые вы ставите, вы такие древние ритуалы озвучиваете, что просто смешно. Ну, дураку ясно, что это не твое. Мы уже как только не боролись, и милиции, и полиции, и прокуратуры, и везде. Вы думаете, мне это надо? Я объясню, почему мне это надо. Это мне было надо для того, чтобы в следующий раз когда-нибудь, когда более какие-нибудь, если начнутся более такие грязные игры, я могла доказать, что я обращалась уже, обращалась и просила, что это не я продаю людям эти ритуалы, хотя я имею право, понимаете, что это не мне пришли эти деньги. Вы можете понять, вы просто себя ставите под удар, под гильотину. Вот просто берете вы этот меч до мокла, вешаете над своей башкой, и не знаете, когда он упадет и отсечет вам шею. Вы просто не знаете. Деньги, заработанные таким образом, деньги, заработанные воровством, магией, ни к чему хорошему не приведут, уважаемые. Но не будете вы прославлены никогда. Вы не получите то, что я получаю, потому что это заслуженно, это мое. Я росла вместе со своими зрителями. Сначала я дарила одно, второе. Я понимала, что людям нужно еще вот это, людям нужно вот это. Я росла вместе со своим зрителем. А вы ничего не сделали, вы просто один раз взяли. Это все равно, как взять, переписать войну и мир. Имена просто поменять и сказать, вот это я вот создал. Как так возможно вообще? Даже через много лет раскрываются, понимаете, как бы там ни было. Когда у нас был железный занавес, Советский Союз, никто никуда не выезжал, никто ничего не слышал. Людям казалось, некоторым композиторам, там поэтам и так далее, что никогда это правда не откроется, потому что вечно мы все будем... А прошло много лет, Союз распался, и люди начали слушать иностранные песни. И вот начали сравнивать, и оказывается у нас композиторы, о, сколько своровали. «Миллион орлых рост», например. По-моему, это китайская песня. «Миллион орлых рост», свистнута полностью. Я даже не представляю пауз у нас, как сейчас людям глаза смотрят. А все его восхваляли, это великое произведение. Оказалось, он просто услышал где-то по радио китайскому, или что-то там ловило. Взял, просто переписал и выдал как за свое произведение. Любому композитору нетрудно музыку подобрать, понимаете. Он услышал мелодию, он подберет ноту, он поймет, как эта мелодия звучит. Все, ничего не надо, пять минут, и он уже прославленный великий маэстро. А сейчас все говорят ему, а все время показывают. Понимаете, что вот это вот произведение, это не ваше было. И многое-многое другое. Сегодня не откроется, завтра не откроется, послезавтра обязательно откроется. Если вы не хотите, чтобы вас обозвали, если вы просто хотите показать людям интересную вещь, которую вы где-то услышали, увидели, да пожалуйста, кто вам мешает? Я же сто раз сказала. Просто называйте, чей это ритуал, чья это работа. Все. И на здоровье показывать. Скажите, дорогие зрители, я вот услышала кое-что, вот автор такой-то, мне очень понравилось, хочу вам показать. Вот тогда вы будете человеком, понимаете. Тогда могут сказать, что вы человек. Никто никогда воровством ничего не заработает. Если эти копейки заработали, они вам принесут очень много горя. Дорогие женщины, вы сидите моими лекциями, учите людей. Надо с духами жить в ладу. Вы знаете, что духи собак, кошек не уходят, пока мы в них нуждаемся, они защищают. А кто этого сказал людям, если не я? Вы считаете, что вы будете учить людей быть счастливыми? Послушайте меня, мне смешно. Мне просто смешно это всё смотреть. И неудивительно, что обливают меня дерьмом те, которые меня воруют. А что вы удивляетесь? Понимаете, я ещё раз повторяю, люди, которые говорят, не обращая внимания, это люди, которые никогда ничего в жизни не создали. Никогда ничего. Они не понимают этого. Если с их кошелька украсть 100 рублей, они тебя убьют. Они считают, что это больно, это причиняет боль. А если твою работу украли, ничего тут такого нет. А я ещё раз говорю, это будущее моих детей, моих внуков, это будущее моего рода, это моё имя в будущем. Если я сейчас буду молчать, дальше будет хуже. А мы сливаем сайты, а мы сливаем каналы, а мы предупреждаем, просим. Одна баба тоже написала под своим ритуалом «Ведьмина изба» и какой-то там, какой-то заговор успеха там у Степановой. Я спрашиваю у неё, зачем вы написали «Ведьмина изба»? При чём здесь «Ведьмина изба»? «Ой, вы знаете, я написала, если это не будет удалено, удалим канал». Значит, ей пару слов написали, она мне звонит. «Вы знаете, мне 50 лет, я практик». Я говорю, я очень сомневаюсь, что вы практик. Если бы вы были практиком, вы бы знали, практикующий человек никогда не украдёт. Дорогие друзья, более порядочных, чем настоящие ведьмы, вы не видели нигде. Знаете почему? Потому что мы знаем закон мироздания. Мы знаем, что гулящая баба ни к чему хорошему не придёт. Мы знаем, что ворующий человек ни к чему хорошему не придёт, обязательно заплатит. Вот здесь прибавляется, там убудется. А если ты своим трудом, своей силой отдаёшь, тогда прибавится и прибавится. Мы просто знаем законы мироздания и стараемся их не нарушать никогда. Понимаете? А человек, который говорит, я практикующий и своровал логотип, имя моего канала для того, чтобы привлечь внимание, чтобы посмотрели её ролик, не может быть практиком. Практикующий человек обязательно своё место найдёт. Не обязательно, чтобы он канал создал, не обязательно, чтобы он там что-то сделал. Он может прославиться по-другому, он у себя прославится в городе, он будет у себя значимый человек, к которому обращаются, благодарят. Практикующему человеку нет нужды у кого-то что-то своровать. Если он хочет что-то сделать, он просто скажет, я взял вот такой-то ритуал. Я тоже когда-то снимала ритуалы других авторов, но не авторов, а именно древних, более древние ритуалы. Я всегда говорила, это относится к русскому колдовству, это относится к такому-то. Понимаете? Я отмечала это, я говорила это, я не говорила это моё, потому что мне нет нужды это говорить, у меня своего-то немало. А теперь я начала снимать больше своё, своё, только своё. Ну, когда-то было, что я снимала несколько, у меня есть 5-6 роликов, более древних ритуалов, потом слили вместе со старым каналом. И я больше их как бы не показала, потому что смысла не вижу. Но я сказала, чё это, ну не автора, а вот, ну что-то не моё. Я отметила об этом, даже сказала, хотя я могла не говорить, потому что авторы уже померли несколько тысяч лет назад, но я не считаю это правильным. Вы понимаете, это омерзительно. Омерзительно, и вы на свою голову такое просто получаете. То, что я вас наказываю, это 100%, потому что многие такие каналы потом вообще исчезли, потом авторы вообще не заходили на эти каналы, что-то с ними случилось, или вообще потухли. Зачем вы играете с огнём? Зачем вы играете с огнём? Я не увижу, люди увидят. Я не увижу, увидят силы. Понимаете? Мне все пытаются подражать, все-все с Алиэкспресса там закажут какие-нибудь безделушки, покажут. Ой, мне вот там это подарили. А вы знаете, что люди видят и понимают, что это, например, этот Алиэкспресс, о котором я даже знать не знала, мне сказали. Вот я вообще не знаю. Я вообще в этом деле бум-бум, где-то что-то заказывать, и мне нет нужды. Но те, которые заказывали, говорят, Инга, вы знаете, мы посмотрели, а там же эти бумажки, которые, вот эти все, вот эти вот бумажки там из этих украшений, это всё Алиэкспресс, мы сами заказываем, они именно так и упакуют. И я говорю, да мне плевать, господи, пускай показывают, пускай хвастаются, пускай, извините меня, мне нечего тут переживать. Мои украшения, которые от 200 тысяч начинаются, и их эти, блин, двухтысячные украшения с Алиэкспресс к кем-то заказанным, или им сами. Да чихала я на это, пускай показывают, пусть подражают мне. Но пусть не думают, что люди дураки, люди всё видят, замечают, поверьте мне, люди очень чуткие, иногда ты не видишь, они всё это замечают. И вместо славы это вам приносит позор, это вам, вы на посмешище, понимаете, выходите, над вами смеются. И вот эти воровки, которые считаешь, да люди будут банить вам каналы, зачем вы рискуете своими каналами, если вам всего лишь надо написать ритуал такого-то человека, работа такого-то человека, лекция такого-то человека, и всё. Вы думаете, что вы такие шустрые умеете жить, но жизнь будет всё время вас по морде бить, причём сапогом, поверьте мне. Ну не даст, я слишком уже известна, слишком много людей меня знают, мои работы видят и пользуются, чтобы вы могли скрыть это. Это нереально скрывать, не будьте курицами просто, не будьте дурами. Я смотрю на вашу жизнь, помятые старые бабы, 100-килограммовые, абсолютно непонятно, где живущие, где-то там горшки выносят, то в Англии работают, то ещё где-нибудь с гувернантками сидят, вещают о великих ритуалах и так далее, и так далее. Если вы, извините меня, за столько лет, вот это всё, чего вы добились, то о чём вы вообще речь ведёте? Очнитесь, пока не поздно. Я вам ещё раз говорю, ничего хорошего вам воровство не даст, кроме позора. Конец каждого вора – это тюрьма, пуля или позор, понимаете? Больше ничего. Всем удачи, всех благ.